На самом деле, если вы когда-нибудь работали со шрамами клиентов, особенно если это люди, у которых делали при Совковом в советском периоде шрамы, у них такие шрамы, что там такое ощущение, что они аккуратно резали, и там парень надрезал, а что-то мало, не раздвинул. Потому что по краям видны прям такие более грубая ткань, она подпать. Ну, к сожалению, у нас нету никого, никто не подошел со шрамами крупными физицита? Сменял на шею. Наши там тяжело пайпировать, много опасных зон. Ну, попробуем, сейчас попробуем вам все это дело. И прям чувствуется, что грубый спайкер. И получается, что врач, когда он делает разрезы, несмотря на то, что он пытается обойти разрезы мышц, он все равно сформирует определенные изменения натяжения вот этой структуре, и это все принципы, про которые мы только с вами говорили. То есть эта структура может соформировать клочок в большей стянутости. Или эта структура, благодаря последующему воспалению, которое следовало после операции, бывает такое, знаете, когда живой расходится, или попадает под инфекция, воспаление, которое образует вот эти слипания на разных уровнях, происходит какая-то утяжка в сторону. И получается, что мы получаем такой клочок, на который тело раньше определенным образом опералось, с которым нужно было потом каким-то образом работать. Но скажите мне, покажите мне человека, вот нормального человека, преподаватели Пилатса это ненормальные люди, сразу говорю, не может нормальный человек приходить, там, в больнице своим телом с кольцом, ну, в хорошем смысле, нормально, да? Я вот нормальный человек, который после операции занимался в реабилитации нормальной реабилитации своих мышц, своих шрамов, тем более, аппентактонит, кто-нибудь в реабилитации занимался потом. Там, смотри, чтоб сошелся, не разошелся, отпустили домой, придерживаясь на русский на мышцы живота, все. Кесарево то же самое, сошелся, можно с ним что-то делать, сошлась прямая линия, все качаем мышцы живота, укрепляем мышцы живота. Все, никто это не отрабатывает, у меня лично таких клиентов практически нет. И самое, что интересно, у людей как бы такое же отношение у меня клиента один есть. Мысли учета, а у меня достался по наследству, из категории лично худейщих людей, которые занимаются худеями, едят, что попало, потом опять худея, и такой замкнутый круг. А вот, а у него крыше до 6-ти миллиметровых пыль уже стали разбираться, там, начали разбираться, почему мышечная семья, через полгода я только узнаю, что он в 14 лет шел по перу, у него зацепила электричка, он упал между электричками перу, у него на все предплечье тут шрам, но из-за того, что у него активная волосатость, и такой хороший шаг, ничего не видно, вот это, ничего не видно. Но мы получали, и там проблема была, очень сильная симметричность решения в регионы со всеми вытекающими, и люди пройти шага вообще вращения, внимание не обращают. Вот, вот, вот... Вот, вот, вот...